Дзюдо не женский вид спорта. К подобным высказываниям юная спортсменка привыкла. Марина занимается дзюдо целых 12 лет. Несмотря на юный возраст, она уже выбрала для себя спортивную карьеру. Мечтает выиграть олимпийское золото. 4 года Марина состоит в сборной России под дзюдо среди девушек и юношей до 18 лет. На ее счету уже не одна крупная победа. В 2017 году Марина завоевала первенство мира. Также она является многократным призером Кубков Европы. На соревнованиях в Хорватии одержала 4 победы, став лучшей в своей весовой категории. Самая тяжелая, наверное, была первая встреча. Я там выиграла девочку только в дополнительное время. Наверное, первую встречу всегда тяжело бороться, надо собираться. А вот финальная встреча прошла без особых трудностей. С французской спортсменкой Марина уже боролась месяц назад в Италии. В детско-юношеской спортивной школе Комета девушки и юноши тренируются 6 дней в неделю по 4 часа в день, утром и вечером. Иногда на тренировку приходится вставать в 5 утра, затем школа, пару часов отдыха и снова тренировка. К такому непростому графику девушка уже давно привыкла. Приятно работать, когда человек не капризничает, выполняет те задачи, которые ей ставишь. Делает она объем иной раз даже больше, чем юноша, поэтому и хороший результат. Трудолюбие и упорство спортсменке действительно не занимать. Перед первенством мира в Чили два года назад Марина сломала палец на ноге. Тогда с серьезной травмой она завоевала золотую медаль. Сейчас в спортивной школе Олимпийского резерва тренируются как юноши, так и девушки. Правда, желающих заниматься таким мужским видом спорта среди представительниц прекрасного пола гораздо меньше. Тренировки мальчиков и девочек мало чем отличаются. По словам тренера, если девушки тренируются вместе с юношами, то и борются они по-мужски. Неважно, сколько ей лет, это же спортсмен, то есть надо помогать друг другу. То есть в моменты, когда ей нужен, когда нужно постоять с ней в паре, почему бы и нет. Сейчас Марина готовится сразу к нескольким крутым соревнованиям. К трем Кубкам Европы, к первенству Европы и первенству мира, которое состоится осенью в городе Алматы. У рязанской спортсменки есть все шансы на победу, поэтому нам остается пожелать только удачи. Анна Малистова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».